приветствую вас александр с вами на связи александр ивлоев и сейчас я покажу вам как вставить ваш голос в существующий фон работать мы будем с вами в редакторе доп.аудишн во всяком случае я работаю постоянно в нем версии 1.5 она как старый жигули 6 модели работает и работает и так редактор запустили правой кнопкой мыши кликаем в поле ищем вкладку вставить аудио выбираем фон нажимаем открыть хочу сразу заметить что вставить ваш голос при сохранении музыки фона не получится необходимо в фоне вот этот промежуток в который мы будем вставлять голос заглушить полностью это можно делать но только при применении скажем на студии звукозаписи специальных фильтров которые заглушат голос данном случае на фоне и так мы определяем с вами где мы будем вставлять голос слушаем так вот этот сектор нажимаем на плюсик и чуть чуть увеличиваем трек в ширину это даст нам более точное определение сектора теперь левой кнопкой мыши кликаем по белой полоске 1 ставим одну засечку вторую третью и четвертую четвертую засечку перетаскиваем до конца вправо сейчас я покажу зачем это делаем эту засечку по соседству и эти две сюда же в сектор так курсор перетягиваем и определяем где у нас звучит слово амелия так теперь ближние засечки получилось еще одно ничего страшного так нам нужно добиться чтобы полностью удалить слова амелия так чуть перетягиваем вправо чтобы здравствуй слово звучало полностью так мы еще вправо чуть-чуть в общем добиваемся того чтобы не было слышно слова амелия есть теперь тем же образом правой кнопкой мыши в поле вставить аудио вставляем дарина открыть вы видите что волна звука на фоне и волна звука записанного вами голоса значительно различается скорее всего проблема в микрофоне если вы планируете дальше писать вернее работать со звуком я рекомендую вам купить хороший микрофон если эта информация интересна пишите я подскажу интернет-магазин где я сам покупал микрофон и уже на протяжении трех лет я с ним работаю и так для начала давайте послушаем какая разница в уровне громкости здесь можно сделать вот что в этой вернее в каждой дорожке в удобе есть уровень громкости вот ваш голос можно если левой кнопкой мыши поставить начало поле и потянуть вправо то мы увеличиваем уровень громкости скажем поставим его на 7 и проверим что получилось так здесь можно еще сделать сделать вот что ваш голос звучит выше чем голос фона левой кнопкой мыши кликаем по вашему голосу опять же левой кнопкой мыши выделяем весь фрагмент идем во вкладку эффекты время тон коррекция тона жмем минус и тянем засечку вниз так мы делаем голос ниже и чтобы проверить нажимаем кнопку просмотр так мы можем еще сделать ниже тянем до самого конца нажимаем просмотр так ну примерно верно пойдет нажимаем ok так опять идем во вкладку мультитрек и проверяем что у нас получилось я думаю понятно что сначала грузим в редактор фон засечками выделяем сектор который нам нужно заглушить подставляем ваш голос добавляем уровень громкости заходим во вкладку эффекты и делаем голос ну скажем на 4 тона в данном случае мы сделали на 4 тона ниже у нас получилась такая картинка так теперь чтобы сохранить этот весь фрагмент идем во вкладку редактирования смикшировать смикшировать файл все аудиоклипы нажимаем так он предлагает сохранить сессию нажимаем да как-то ее называем и указываем для нее папочку скажем рабочий стол нажимаем сохранить так текущий да для всех вот у нас общий рабочий файл сейчас мы его прослушаем теперь идем во вкладку файл сохранить как и и и так ну скажем тоже сохраняем в ту папочку в которую в которой вы работаете нажимаем 1 если скажем нужно сохранить формат mp3 то нажимаем опции выбираем mp3 и скажем вот так проверяем в опциях 128 килобит если нужно выше значит переходим в 320 килобит нажимаем ok у нас идет репетиция не обращайте внимание все кругом брякает так нажимаем сохранить файл наш сохранен в папке голоса и называем вот он 1 mp3 давайте мы его послушаем можно было сделать его еще погромче ну я думаю принцип понятен и так вы можете сделать с каждым файлом единственная загвоздочка что нельзя сохранить звучание музыки я думаю в дальнейшем появятся программки которые позволяют это сделать если они появятся то я с ними обязательно разберусь удачных вам экспериментов с вами был александр и влоев если нужна моя помощь пишите пока